И далее про экономику и реформы уже тево важливых для мешканцев нашу региону в Галузях будем говорить с гостом студии, радник головы Днепропетровской обл.д. администрации Юрий Голок. Добрый вечер. Добрый вечер. И вот успели мы с вами переговорить немножечко перед эфиром. Давайте начнем с темы, которая важна для нашего региона, по-прежнему, всегда и, наверное, всегда будет, мне кажется, дороги. Бывает. Что у нас с решением этой проблемы сейчас, потому что цифры от разных людей в этой студии, в том числе, мы слышим разные. И иногда звучит, что вот у нас все хорошо вообще и кажется, что нам не надо ничего делать. Мы же с вами ездим по этим дорогам, мы же понимаем, что у нас не все хорошо. У нас есть текущие ремонты, есть капитальные ремонты. У нас в области 25 тысяч километров дорог, из которых 16 тысяч. Это дороги коммунальной собственности внутри населенных пунктов. 6 тысяч километров – это дороги областного значения, это те, которыми занимается обл. госадминистрация. И порядка 3 тысяч километров – это дороги государственного значения, за которые отвечает служба автомобильных дорог и обл. автодор. Всего за год, за этот год, на ремонт и дорог по области выделено 850 миллионов гривен, из которых 500 миллионов – это коммунальные дороги внутри городов, 200 миллионов – выделила область на свои дороги. И оставшуюся сумму, там порядка 150, выделил государственный бюджет обл. автодору. Города свои деньги осваивают. К 1 ноября они их осваивать закончат. Область свои деньги осваивает. Мы делаем много ямочного ремонта в районах области и ремонтируем 5 или 6 крупных улиц, таких как рабочие в Днепропетровске, таких как героев Чернобыля в Никополе, в Павлограде и в Кривом Роге одну большую улицу. А вот с обл. автодором у нас все очень сложно. Те деньги, которые им выделяют, их, во-первых, выделили мало, во-вторых, они их тратят неэффективно. Поэтому в области самая большая проблема с дорогами государственного значения. Например, дорога Днепропетровск-Кривой Рог. А тратят неэффективно? Вам уже это известно, поскольку вы это говорите, да? Вы что-то с этим делаете или что-то собираетесь делать? Мы провели независимый аудит, увидели масштабы бедствия в обл. автодоре. Дальше обратились в правоохранительные органы. Насколько я знаю, есть несколько уголовных дел по обл. автодору, и в рамках этих уголовных дел расследуется его деятельность. Мы надеемся и уверены, что виновные понесут наказание. В обл. автодоре сменится менеджмент, придет нормальный руководитель, который умеет правильно тратить деньги. Но вы на это пока никак не влияете. То есть вы ожидаете, они продолжают неэффективно осваивать деньги, и все, вот так идет в своем череду. Смотрите, если мы говорим про то, что стране нужна децентрализация, то децентрализация подразумевает, что за каждый участок работы отвечает отдельный человек и отдельное ведомство. Губернатор области не отвечает за обл. автодор. Обл. автодор губернатору не подчиняется. Обл. автодор подчиняется Днепропетровскому киевскому обл. автодору, а киевский обл. автодор подчиняется Министерству транспорта и инфраструктуры. То есть заниматься объяснением руководству обл. автодора, как ему правильно нужно работать, вообще должны не мы. То, что мы делаем, это авторитет губернатора и его небезразличная позиция к тому, что происходит с дорогами в область. Но в случае, если этот процесс децентрализации все-таки осуществится когда-нибудь, вы сможете поменять ситуацию? Да, мы уверены, что мы ее поменяем. Мы ждем выполнения распоряжения Кабмина о ликвидации структуры обл. автодоров с 1 января 2016 года. Для нас вопрос очень простой. Те дороги и те средства, которые им выделялись, кому они отойдут? Служба автомобильных дорог, тогда ничего не поменяется. Это тот же самый обл. автодор, просто было две двери, будет одна дверь. Если они отойдут местным общинам, городам, селам, сельсоветам, райсоветам, обл. гос. администрации, тогда мы уверены, что поменяется. Почему? Потому что в структуре обл. автодора самая большая статья затрат – это деньги на его содержание. Вот представьте, обл. автодору поступают деньги на ремонт дорог, а часть этих денег он тратит на свое содержание. Когда область выделяет деньги на ремонт дорог, выигрывает коммерческая структура, 100% этих денег идут на ремонт дороги. Содержание коммерческой структуры – это вопрос коммерческой структуры личной. Он к нам не имеет никакого отношения. Поэтому, если нам передадут эти полномочия, мы уверены, что мы сможем эффективнее заниматься дорогами в Непутербургской области. Здесь все понятно. Вот вопрос о долгостроях и знаменитый, тот самый большой. Это вторая часть объездной дороги. И что с этим? С этим возможно что-то сделать для того, чтобы его завершить? Это дорога, опять же, государственного значения, которая относится к ведомству обл. автодора. Был построен первый участок 18 километров. На него были потрачены, по-моему, невероятные полтора миллиарда гривен еще тех денег 2010-2011 года по курсу 8. На второй участок протяженностью 7,2 километра было выделено 750 миллионов, потрачено 375, из которых 20 миллионов – это еще задолженность перед подрядчиком. Дорога отсыпана, асфальтовое покрытие не уложено. На этом финансирование прекратилось. В нынешней ситуации с обл. автодором мы не верим, что в этом году можно вообще что-то по ней начать делать. Если с 1 января, опять же, нам полномочия отдадут, мы готовы заняться достройкой и второго участка, и третьего, и четвертого, потому что это действительно важный проект для Днепропетровской, который бы разгрузил центральные улицы от транспорта транзитного. То есть транспорт пошел бы в обход, и это бы положительно сказалось на качестве дорожного покрытия в самом Днепропетровске. Ну вот инициаторы строительства этого объекта говорят, что все дела не в эффективном руководстве сегодня, что все было возможно, и все было бы возможно, если бы вот инициаторы продолжали быть в руководстве. Я не понимаю, какое отношение инициаторы, которые продолжали бы, если бы они были в руководстве, имеют к выделению денег из госбюджета, если у них есть такая возможность, и если они патриоты Днепропетровской области, если они здесь родились, если мы с вами про одних и тех же людей говорим, то инициаторы, которые сейчас живут в Киеве, они могут зайти в Министерство транспортной инфраструктуры, использовать свои лоббистские возможности. И выбить эти деньги для области. Более того, они могут войти в общественный совет при губернаторе по контролю за расходование этих денег и лично контролировать расходование каждой копейки. Согласна с вами полностью. Еще один вопрос, который тоже на слуху у всех. Все у нас упирается в коррупцию, и все с ней борются, и никак не поборются. Что в обл. администрации по этому вопросу делают, думают и собирают себя? Метод борьбы с коррупцией один. Мы его используем на 100%. Это придание публичности и прозрачности любому процессу и привлечение общественников для контроля. Если мы принимаем выполнение работ по ремонту дороги в каком-то районе, то в рабочую группу по приемке входят общественники. То есть не просто сотрудники обл. администрации, чиновники, которые делали это раньше, а жители конкретно этого района. Это первое. Второе. Если мы занимаемся, например, междугородним транспортом, который входит в сферу ответственности обл. гос. администрации, то мы обязали все маршрутки, каждое транспортное средство, поставить GPS-датчик и данные GPS-датчика передавать в открытый доступ. Мы их публикуем на сайте EasyWay. Любой житель может зайти и посмотреть, где эта маршрутка едет и где она должна ездить. Почему это важно для нас? Потому что в конкурсных условиях есть определенные параметры, которые перевозчик должен выполнять. Например, маршрутка должна ночевать в АТП. Утром водитель должен проходить техосмотр и медосмотр. Как только поставили GPS-датчик и увидели, что в 80% маршруток в АТП не ночуют, они все ночуют по домам. У нас вопрос к перевозчикам. Если вы выиграли конкурс, почему вы выпускаете непроверенные транспортные средства на маршрутке? Верните, пожалуйста, их туда, где они должны быть, и выполняйте все условия конкурса. Далее мы создали группу контроля транспорта, в которую вошли две общественные организации, сотрудники Департамента транспорта ОГА. Сейчас мы проверили из 900 транспортных средств порядка уже 300. До конца года мы их проверим все. По каждому мы написали проблемы, которые у них есть. И дальше очень простая история. Либо вы их быстро решаете, либо суд лишения вас права работать на данном маршруте и новый конкурс, на который зайдет другой перевозчик, способный работать прозрачно и честно. Но это же столько времени, а это можно делать только через суд. Если мы хотим, чтобы схема была неоткручиваемая назад, чтобы она была полностью законной и демократичной, то только через суд. Если мы хотим, чтобы у нас была диктатура и все решалось нажатием кнопки каким-то царем, то, конечно, можно так сделать, но придет другой царь и сделает все назад. Но это же столько времени. Вы говорите, сейчас проверили, до ноября проверите все. То есть до ноября еще идет время. Потом идет время на суды. Таким образом, это затягивается на годы. И люди продолжают получать некачественную услугу. Из 600 маршруток, которые мы уже проверили, из 600 транспортных средств, по 120, если я не ошибаюсь, дело уже находится в судах. То есть это процесс не один за одним, не степь-бай-степь, это процесс параллельный. То есть какие-то маршруты проверяются, как только есть по ним нарушения, если мы видим неадекватность владельца транспортной компании, мы сразу же передаем дело в суд. Надежда есть. И коротко, вот последняя тема на сегодня. Немного времени остается. Тоже мы с вами успели переговорить о так называемом Доме юстиции. Говорят об этом. То ли будет он в Днепропетровске, то ли не будет. Что с этим? Что скажете вы? Будет ли Дом юстиции конкретно в городе Днепропетровске это решать? Горсовет у города Днепропетровска. В области? Там есть депутаты, которые голосовали за них, они могут это решить, либо не решить. Позиция области администрации следующая. Дом юстиции в нынешний век развития интернета и учитывая позицию Кабмина о том, что админуслуги будут сокращаться и сокращаться сильно, это абсолютно бесполезная трата времени и денег. Кроме того, поймите, для того, чтобы охватить всю область домами юстиции, их нужно построить 50 или 60 минимум. Каждый дом юстиции, это миллионы гривен на строительство и потом сотни миллионов гривен на их содержание. В области есть масса других проектов, более важных для жизни людей, на которые можно потратить эти деньги. Мы со своей стороны прикладываем максимум усилий, чтобы все админуслуги перевести в электронный вид. Есть надежда, вы сказали, уровень распространения интернета, он не очень высок, насколько я поняла. По официальным данным, по состоянию на 1 сентября, уровень проникновения интернета, то есть это люди, которые пользовались интернетом три и более раз в течение месяца, со стационарных компьютеров, домашних, лэптопов, либо там смартфонов и планшетов, составляет 65%. Этот показатель растет на 10-15% в год. Соответственно, в следующем году этот показатель будет 75-80%, а к концу 2017 года он будет 90%. Когда будет такое проникновение интернета, и все услуги будут в электронном виде, и госбюджет это не будет стоить ни копейки, о каких домах юстиции тогда вообще сейчас нужно разговаривать. А на город влиять вы никак не можете, если это решение будет принято, и будут выделены деньги? Мы можем им посоветовать, мы можем дружески объяснить свою позицию, но мэр у нас избирается жителями города Днепропетровска, депутаты у нас избираются жителями города Днепропетровска, если мы исполнительная власть, то они та власть, которая избирается, и у нас нет влияния на них по закону. Спасибо за участие в нашей программе. Приходите еще, могу сказать. Спасибо вам. Единственное спасибо еще раз. Я еще раз дякую нашему гостю. Радный головы облдержадминистрации Юрий Голык. Юрий Голык.